Итак, господа, я рад вас всех приветствовать на нашем мероприятии в образовательном центре Харпа. Я надеюсь, оно сегодня вам принесет много пользы и радости. Я вижу здесь знакомые лица. Заходите, заходите. Здесь еще два места. Андрей, может быть, ты переместишься в нашу сторону? Не, наоборот. Первая часть нашего мероприятия посвящена трем программным продуктам. Это Ableton, FL Studio в лице Андрея Dual Personality, один из наших преподавателей. А также Logic Pro, это Андрей Barbecue, известный продюсер из Петербурга. И сегодня мы продемонстрируем, как при помощи этих трех разных программных продуктов создать некое подобие произведения. Но оно не будет закончено, потому что время ограничено, но это будет просто какой-то отрезок. Имеется некая заготовка, само собой, потому что не тратить время на программирование битов, прочих историй, на поиск каких-то сэмплов. Я просто это заготовил дома, чтобы потом передать эстафету в руки Андрея, который создаст уже дальше бейслайн, или там какие-то, может быть, патс, там еще какие-то мелодии. Потом Андрей Barbecue возьмет эти файлы и продемонстрирует, как при помощи программы Logic Pro все это свести и привести к какому-то общему финальному результату. Мини-мастеринг, так называемый. Хочу продемонстрировать, что мной было заготовлено. Первое, что я сделал, это открыл оператор, некий FM-синтезатор, который встроен в эту программу и создал какой-то звук. Который вот издает такой вот потусторонний какой-то поджелудочный тембр. Он... Хорошие песни получаются. Да, вот уже хорошие песни получаются. Даже не песня, я бы сказал, какой-то пьеса такая. Дальше мне нужен был ритм. Обычно ритм я лично создаю при помощи такого прибора, как импульс. Почему? Потому что на его внешнюю панель уже вынесены те параметры, изменяя которые я могу получать результаты какие-либо. Например, вот эти три общих параметра. Ну, более, допустим, общая громкость, да, и здесь есть Time и Transpose. Вращая Transpose я могу понижать, повышать по... Тональности? Нет. Изменять... Pitch. Как это называется? Semi-tones. По полутонам, да, уже весь готовый паттерн, да. То есть без внедрения... А можно послушать, как это выглядит? Конечно. Чтобы понять, что доходит пианский тон или как-то даже. Вот так вот это выглядит, вот. У меня тут задействована автоматизация. Это она? Инопланетяне звонят. Хороший сэмпл у нас. То есть я могу менять Transpose в любой момент. Изменять растягивать кнопки все вместе, да, то есть. Чтобы создавать какие-то дополнительные ритмические процедуры, да, допустим. Далее из него есть возможность вытаскивания отдельно взятых звуков на отдельные аудиодорожки. Что я сделал, например, со звуком KICK. Я дополнительно сделал Audio Channel. Машинтизировал, так сказать, сигнал из этого слота на этот аудиоканал отдельно. Потом в программе есть возможность группировать каналы в микшере. Что я тоже и сделал. Для того, чтобы, ну, каким-то образом поджать весь сигнал. Допустим, да. Затем мне потребовался какой-то, что-то вроде шейкера. Перкуссия. Я ее взял, просто обычный сэмпл. Стоп. Вот. Это просто шейкер, который доигрывает то, что мне было необходимо в импульсе, потому что в нем ограниченное количество ячеек. Дальше я открыл еще один импульс и сделал такую дополнительную секцию с еще одним снейром. Немножко его модернизировал. Здесь можно регулировать длительность звука, да, каждую отдельно и в то же время можно менять. Растягиваясь, как бы, эту ноту, да. Потом мне потребовался какой-то еще один, возможно, потусторонний звук. Из... А насущных звуков нету каких-нибудь пианино? Нет, пока нету. Я делаю... Задача моя была создать ритм-секцию, да, как бы основу такую ритмическую, для того, чтобы потом Андрей уже добавил какие-то пианино. Ага. И они ны. И нотропайте... Это правильно сначала, да, ритм-секцию создавать, потом создавать пианино? Или сначала мелодию, а потом ты украшаешь мелодию? Ну, если мы работаем поодиночке, то, в принципе, неважно, с чего ты начинаешь. То есть это все зависит от твоего внутреннего текущего состояния. Просто мне кажется, что мелодия, она же должна гармонировать, то есть ее крыше, а потом дополнять лучше к ней. Это все зависит от личных характеристик автора, потому что вот я, например, мне быть же ритм, чем мелодия. Я не мелодист, мне вообще все равно на мелодии. Но она же должна быть в треке? Пускай ее принесет кто-то другой. Окей, я понял. Дальше я нашел для себя решение таким образом. Я взял просто сэмпл, это пат. Ну, его модернизировал, то есть я поставил на серединке вот здесь вот это луп, это в сэмплере в самом. У меня этот пат стартует и дальше работает лупер. И потом я немножко добавил модуляции, изменил громкость. То есть в зависимости от этого генератора низких вибраций. ЛФО, да? Лоу-фреквенси осциллятор, который создает вот этот вот вибратор. Что было потом? Потом было чуть-чуть сложнее. В принципе, тот же пат был избран для этих целей. Какой-то другой, точнее, пат. И здесь я уже решил, внутри клипа я использовал аудиоканал и пат тоже в аудио. И создал из него вот такой вот звук, который должен сейчас появиться, по идее. Появится он. Не появляется. Вот он появился. Еще раз. Мунитазный такой. Хорошую музыку пишешь. Ну, мне с детства нравятся такие звуки. Я привык, да, к таким условиям? В итоге все это прописал в аранжировку, сделав такой мини-паттерн, драм-паттерн, состоящий из вот таких элементов. Здесь в середине еще некая часть, которая с автоматизацией. Вот так это все идет. Вот так вот, как-то там вот совпадает. Вот отлично. И сработает на аранжировку. Вот эти все истории. А теперь я хочу это скинуть на носитель USB stick flash накопитель. Как по треково, так и единым куском, чтобы Андрей дальше продолжил работу с этим материалом. Хорошо? Все это people with? Хорошо. С Watson. Продолжение следует...